Здарова, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в The Next Big Thing. Давайте отгадывать дальше. Пока я не притащу ему 8 иероглифов, толку от него никакого. Ты чё, братка, мы же всё принесли. Ну-ка, не гони. Ставлю ползарплаты, что в этом экзамене по синтаксису есть подвох. И ещё ползарплаты, что я его разгадаю. Я готов. Начинай экзамен. Первый вопрос. Определи главный глагол в следующем предложении. Утка. А утки нету? Интересно, а почему варианта утки нету даже? Линия есть, змея есть. Глаза нет. Как так? Варианты есть, а... Ответим то, чего нет. Дурной глаз. Дурно? Чудовищный ответ. Ты совершенно не готов. Оставлю тебя на второй год, так и знай. Я готов. Начинай экзамен. Первый вопрос. Определи главный глагол в следующем предложении. Аварийный выход. Глаза нет. Змеюки нет. Декоративная псинка. Утка. Мишень. Если вот так считать, то утка пятая. Давайте попробуем тупо пересчётом. Утка пятая. Утка. Ут... неплохо. Реально. Второй вопрос. Где прямое дополнение в следующей фразе? Дурной глаз. Аварийный выход. Ну-ка, аварийный выход. Знак ава... Хорошо. Ты сделал мудрый выбор. Третий вопрос. Какой иероглиф выполняет роль ядра подлежащего в этом предложении? Какая подлая загадка, боже. Настолько всё просто, утка. Ут... хорошо. Непосредственно. Не отлично. Не сносно. Не плохо. А именно... хорошо. Четвёртый и предпоследний вопрос. Один из следующих иероглифов нельзя спрягать в страдательном залоге. Какой? Декоративная псинка. Декора... Поразительно. Ты не обманулся двойственностью существительного в ядре подлежащего. Ты имеешь дело с Дэном Мюрреем. Расслабься. Пятый и последний вопрос. Каким иероглифом начинается подчинённое предложение? Утка. Ут... Экзамен сдан. Как ты это сделал? Я был внимателен, сказал Дэн. Ответом во всех случаях был тот иероглиф, чьё положение совпадало как на табличке, так и во фразах, из которых мне следовало выбирать. В каких фразах? Забудь. Моя жизнь сложнее, чем тебе кажется. А теперь займёмся этой книгой покойников. Да, конечно. Возьми это. Что это? Фу, только не этот отвратительный жук. Хуже ты ничего не мог для меня придумать. Это ключ, который открывает дверь комнаты, где хранится книга мёртвых. Ладно, я постараюсь взять себя в... Она находится в... Мы знаем где. В... 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 Ну же. Я не могу. Я не могу так предать ее. Я ее люблю. Я тебе уже говорил, что ты истеричка. Верни мне скоробея. Жди и надейся. Где книга? Я никогда не скажу, никогда. Я не дам тебе убить ее. Мое сокровище, моя радость. Сколько тысячелетий я ее люблю. Ни четыре, ни семь, ни восемь, ни двенадцать, ни одно, ни тринадцать. Ну, развлекайся. Вот говнюк. Хотя спасибо за жука. Терпеть не могу, мелодран. На, дух не переношу. Но хуже всего то, что этот дундук так и не помог мне до конца. Я до сих пор не знаю, где книга мертвых, но ставлю пол зарплаты, что с этой банкой пихаю найду. Найдем ли мы ее? Наверное, да. Вообще-то, если быть точным, это не скоробей. Это скоробейка. Если я в чем-нибудь разбираюсь, так это в женщинах. Братка, ты поражаешь меня. Высыпай. Вот что я думаю. Те, что в фонтане, все самцы. А у меня самка. Устроим вечеринку. Опа, опа, пошли по центре. Там деваха. Догоняй ее. Боже, что мы сделали? Ей будет трудно. Все ушли. Охренеть. Озабоченные самцы. Братка, мог бы подождать. Вот дурная голова. Книга мертвых. Да. Дайте почитать. Открывай. Не открывается. Чертова макулатура. Погоди с выводами. Покажи. Самое время ее открыть. Ножом ее. Так ее открыть нельзя. Можно только испортить. Мега посох. Нельзя. Волшебный цилиндр. Нельзя. Сигналка. Пульт открывает только кабину телепортации. Ну, ладненько. У этой штуки дно такое же. Смотрите. Та же звезда. Я это помню. На обоих есть звезда. Их можно совместить? В натуре? Тачдаун. А теперь? Ты не посмеешь. Ты станешь жалеть меня, и тогда мне придется тебя уничтожить. Я что, похож на мать Терезу? Так, давай покончим с этим. Какой же из этих пяти отрывков подойдет? Начнем с первого. Трехногая тварь. Подбитый глаз. Пакет для покупок. Удиолик. Ты поднимаешь мертвый. Надо же как-то развлекаться, фрага. Второй. Песочные часы. Тетка в профиле. Вольная курица. Из-за тебя мы все попадем в арт, Аминхотеп. Тебя волнует только то, что ты окажешься там первым. Третий. Ты царапин. Древний игровой автор. Сжалься, Аминхотеп. В этом мире просто нельзя быть дома. Медстаден телепортировал тело Большого Альберта в лабораторию мошки. Но возник новый вопрос, ответа на который не было. Где находился его мозг? Вопрос хороший. Нет, доктор Цельсиус. Давайте пока оставим Мюррея в покое. Но он работает с мошкой. Без мозга мошка не оживит Большого Альберта. И вы тоже. Найдите тело, доктор. Иначе не видать вам мозга. Доктор Цельсиус, вы свободны. Садитесь, мисс Аллер. Обед скоро подадут. Я не голодна. На диете. Ай! Ну, чувствуйте себя как дома. В моем доме меня никогда не похищают. Вас не похитили, мисс? Да, да, да. Еще как похитили. Не будем спорить. Через какой-нибудь час вы будете смотреть на вещи так же, как я. А до тех пор... Сначала я избавлюсь от вас. Потом выкраду мозг Большого Альберта. А потом уйду отсюда. Не попрощавшись. Лиз, как всегда, говорила прямо и искренне. Она собиралась вывести Фицрендольфа из игры, выкрасть мозг Большого Альберта и сбежать с дирижабля. Не попрощавшись. Вы поразительны. Я всегда это говорил. Но позвольте напомнить вам, что моя кожа тверда, как у крокодила. А, значит, я не смогу не укусить вас, не боднуть головой? Сожалею, что разочаровал вас. А, не расстраивайтесь. Я найду другой способ. Через какой-нибудь час что? Простите? Через какой-нибудь час боль пройдет. Через какой-нибудь час вы будете смотреть на вещи так же, как я. Не понимаю, о чем вы говорите. Я тоже. Но я узнаю. Ах ты жулик. Что ты задумал? Что вам от меня нужно? Вы ведь всегда знаете, что я собираюсь сказать. А сейчас? Не догадываетесь? Вариант два мне нравится. Подарить мне новый холодильник на 978 книг. Моя цель совсем не в этом. Поверьте мне. Дать мне интервью. Для этого мне достаточно было позвонить в редакцию. Убить? Убить меня. Никогда. Я вас слишком уважаю. Узнать меня поближе. Я стремлюсь к этому, но это не основная причина. Вот как? Сделать меня своим биографом. Поразительно. Вы заинтересованы? Я хорошо заплачу. Вы проникнете в высшие круги и... Нет. Вы делаете это ради себя. Не хотите выглядеть свиньей в собственной биографии. Ха-ха. Ну, конечно, нет. Тогда забудьте. Я не люблю лгать. Через какой-нибудь час вам не придется лгать. Мне все равно, чего вы от меня хотите. Опять ты про час заладил. Вы. Ваша жизнь. Ваше эго. Давайте поговорим. На этом портрете вы такой облагороженный. Огороженный. Нет. Это мой дед. Хороший человек. Его выбрали в Конгресс. Но в нем нет ничего от монстра. Нет. И в моем отце нет. Но когда он женился на моей матери, у которой была такая же кожа, как у меня, то стал парей и все потерял. Теперь вы знаете, почему я вышел из низов и почему мое место не там. Ладно, но я все равно не хочу писать вашу биографию. Перейдем к самому важному. Что с Большим Альбертом? Выясняйте, но не питайте иллюзий. В ближайший час я вам ничего не буду рассказывать. Большой Альберт имеет какое-то отношение к новому курсу МКО? Все уважающие себя монстры имеют отношение к новому курсу. А теперь и вы. Мы же не монстр. Как ты смеешь, братка? Что вы хотите сделать с мозгом Большого Альберта? Не беспокойтесь. Когда мы найдем его тело и оживим его, Большой Альберт станет лучше, чем прежде. Какова роль Дэна Мюррея во всем этом? Надеюсь, что незначительное. Он хороший парень, и было бы несправедливо заставлять его страдать. Вот как. В чем заключается новый курс МКО? Мы отказываемся от ужаса. Отныне только семейное кино. Детские фильмы, романтические комедии, мюзиклы. Это не все. Что еще? Терпение, мисс. Завтра вы все узнаете. Вы и все остальные. Что искал Большой Альберт в вашем кабинете? Я скажу вам, что он нашел. Проблемы. Тема исчерпана. А вот это уже верный вопрос. Что у нас на ужин? Не знаю. Но если хотите что-нибудь особенное, скажите мне, я предупрежу повара. Какой-нибудь хрючевый нормальный будет сегодня или нет? Женщина голодна. Имей совесть. Сейф. Здесь два сейфа. Но меня интересует верхний. В нем находится мозг Большого Альберта. Берем мозг и уходим. Легче простого. Порядок действий ясен. Сначала убираю с дороги Фицрендольфа. Затем краду мозг из сейфа. Я последовательная девушка. Красавица. Так все нарисовано и изысканно. Боже. Это ранний Тернер. Забрать. Я пришла сюда, чтобы украсть не картину, а мозг. Ну ладно. Хороший парень. Сенатор и так далее. Дед похитителя. Умничка. Такую радость вырастил. Толстокожий подонок. Я ему покажу. Мы ему покажем. Камин. Не горит. Я не собираюсь разжигать его. Я уверена, что он фальшивый. Как розы на вечеринке. Как скажешь. Можно пойти на балкон, а можно выйти. И все, да? Столик? Это складной столик. Так не видно, но я знаю. Он напоминает мне Стейси. Моя первая няню только... Только пониже. И настоятельно не рекомендуем вам воровать мебель из комнаты на глазах у хозяина. Джон Доу и Джон Смит. Воровство без осложнений. Страница 131, абзац 5. Ну у тебя и память, сеструня. Она почти приросла к Фитц Рэндальфу. Не курю. Ну, один раз я закурила, когда была на практике. Фрэнк Ронсон, президент антитабачной лиги, как-то раз подкатил ко мне. Вы красавица. Ваши губы как рубины. Моя жена уехала. У меня есть холостяцкая квартира. Я зажгла сразу три сигареты и втягивала дым так, что сожгла фильтры. Когда я пришла в себя, Ронсона уже не было. Наверное, он просто не любит больницы. Не шутя. Балкон. Кольцо. Оно открывает стеклянный колпак балкона. Если оно работает так же, как на дирижабле авантюриста Индианы Форда, у кого я недавно брала интервью. Не достаю. Только перчатка одна есть. Я решила, что не надену ее, пока не получу холодильник на 978 книг. Какой холодильник? Здрасте, робот-кулинар. Охренеть. Непорядок. Он должен быть у аварийного выхода. Давай это исправим. Если я его возьму, это будет означать, что я собираюсь прыгнуть. И хотя наталкиваться на предметы мое любимое развлечение, сегодня я как-то не в настроении. Ну ладно. Но если хорошо подумать, то и последовательной мне тоже быть не хочется. Вот это уже правильно. Фото. Это изображение. Крокодил. Нет, 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 нет. Мисс, что за странные звуки? Вы чем-то напуганы? Я? Нет. Да, не лезьте. 20, 12, 1, 4. Милые шторки. Пока. Поразительно. Спокойно, Лисс. Без паники. Это крокодил. Да, крокодил. Но не настоящий крокодил. Он на фотографии. Поэтому успокойся, окей? Окей. На нее что, реально напал крокодил в детстве? Крокодил Данди, что ли? Я его не узнаю. А на табличке какие-то каракули, как будто нарисованные в спешке. Он похож на охотника за крокодилами. Крокодил Данди. У него прекрасное тело, но я ведь леди. Трогать нельзя. Кухонные ножи, катаны и сабля? И это нож кухонный. Да ладно, вы че? Нож для лука. Нож для мяса. Нож для хлеба. Нож для паштета. А остальные? Этот ножичек самый безобидный. Да прям вообще, сама безобидность. Самый красивый из тех, что мне попались. Охренеть. Видимо, он как раз таки для разделки крокодилов. Робот. Как он занят? Че он там делает? Какие-то инъекции во что-то? Ну-ка, рассказывай. Эо, МакДункан. Даже имя его знаешь? Что? Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я не знаю, тебя зовут МакДункан? Да. Отлично. Не будем тратить время на представление. Но я еще не знаю, как зовут тебя. Я лис. Если догадаешься, я тебя поцелую. Я бы в жизни не догадался. Ох, у меня столько нерастраченных поцелуев. Чем ты занимаешься? Булочками? Деконструкцией, искусством и молекулярной кухней. Они похожи на булочки. Это бисквиты из добного какао, гармонизированного альгината натрия с укропным маслом. Ты мне нравишься. Знаешь почему? Из-за колпака. Я ношу его, потому что я шеф-робот на дирижабле. Он мне нравится. Он смешной, ужасно тебе идет и вызывает у меня улыбку. Спасибо. Боже, как это мило. Если ты шеф-робот, то почему ты в коридоре? Потому что я не в ладах с остальным персоналом кухни. Они не умеют наслаждаться искусством гастрономии. Не считают себя художниками и не вкладывают душу в то, что делают. Они дегуманизируют кухню. Вот мрази. Выбрать их по жопе. Макдункан, шеф-робот. Краткая биография и мечты. Я шеф-робот. Люблю кухню. Обожаю готовить, создавать рецепты. А что-нибудь, не имеющее отношения к кухне? Радость в разнообразии. Спасибо. Нет, ничего. Ну, я боюсь холода. Холода? Холода. 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 Холода, сказала Лис. И тут же решила, что поможет Макдункану одолеть такую ужасную фобию. Я ужасно готовлю. Подскажи простенький рецепт. Конечно. Что ты хочешь научиться готовить? Изысканный первый вариант. Боже. Я становлюсь похожей на тюленя. Что-нибудь для похудения? Экстракт выпаренного латука, посыпанный мелкой огуречной крошкой со штрихом парного H2O. Так же годится для надувания воздушных шариков. Сегодня я не голодна, но вообще-то мне нравится мясо. Медальоны из кобы стейка, маринованные в обезвоженном соке с соусом терияки и гималайской солью. Пальчики оближешь. Аж слюнки потекли. Прекращай, братка. Блюдо со стопроцентным содержанием холестерина. Омлет с картошкой, жареный на подсолнечном масле с любительской колбасой, обернутый в сало. И немного чесночка для вкуса. Советую промыть желудок после употребления. Ничего. Боже, реально слюна аж выделяется. Как мило. Они похожи на булочки. Пузырящаяся текстура содержимого улучшается посредством округления, которое я придаю с помощью формы. Впечатляет? Как по мне, они похожи на булочки. Шприцом я впрыскиваю свежее укропное масло, которое воздействует на вкусовые пупырышки при платальном контакте. Эйк! Эйк! Не шутя вообще. Братан, ну ты жжешь. Смежная комнатка. О боже. Нихрена себе. Там что-то живое. Ну-ка подожди, а здесь что? Куда она ведет? Ну и холод. У меня грудь совсем открыта. Я дальше не пойду. Скульптура? О боже. Стиль у него так себе, но очки прикольные. В холодильнике, сверху вниз и слева направо. Лобстер, королевский краб, икра, сомнительный зеленый пакет, крабчуп, морская вода и коробки фиг знает с чем. На полу коробки с крабовыми палочками. А здесь кубинские крабы. Ничего из этого я не хочу. Или хочу, но в морозилку я не войду. Ладненько. Прямо из гаваны. Ни рыба, ни крабовое мясо. Берем все части рыбы, которые не хотелось бы есть, кромсаем, придаем им форму палочки, и получается самое настоящее крабовое мясо. Сурими, эх. Плюсы, это продукт переработки. Минусы, он съедобен. Рекомендовано для приготовления рыбы и морепродуктов. Почему ее так любит моя умная сестра Энн-Мари? Из-за того, что она дорогая? Морская вода. Слегка соленая. Слегка. Икра. Она нужна, чтобы добывать блокноты из будок кусачьих растений. Зеленый пакет. Он не красный. Да ладно. Королевский краб. Уродливый, как доктор Хмырсиус. Хочется кусаться. Лобстер. Буква Е красная, АО черная, Л прозрачная, Б без запаха, Р мне не нравится, С сильно торопится, а Т забивает гвозди. Отсюда вывод. Лобстер – неподходящее имя для этого существа. Ну ты даешь. Пока на этом мы тормознем. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся.